О жизни в СССР можно слышать много различных мнений. Одни говорят, что в то время жили лучше, другие утверждают, колбасы не хватало, джинсы негде было купить. Разрозненность взглядов породила ряд мифов, и некоторые из них не соответствуют советской действительности. Но есть, друзья, некоторые факты, которые трудно оспорить. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Для обычного человека, жившего в то время, Советский Союз — это не доллар по 76 копеек, не самая мощная в мире армия и не всесильный КГБ. То есть простой человек знал, что армия и КГБ его надежно охраняют, но сам этой мощи не видел, как не видел своими глазами и всей грандиозности промышленности и темпов роста экономики. Зато видел другое. Советский Союз — это когда ты идешь по улицам родного города в любое время суток, и никто не то, что не нападет, слова грубого не скажет. Решетки на окнах первого этажа? Да вы с ума сошли, квартира же не тюрьма. Железные запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были нараспашку, и никаких бомжей и наркоманов в них отродясь не было. Советский Союз — это когда ты знаешь всех жителей своего дома, даже если в нем 300 квартир, и можешь зайти в любую квартиру за солью или спичками, например. Советский Союз — это когда ты вешаешь белье после стирки во дворе, и тебе даже в голову не придет, что кто-то может украсть или испачкать, потому что не было такого на твоей памяти. Советский Союз — это когда ветеран заходит в автобус, и пол автобуса встает, освобождая место. Заходит ветеран в магазин, и все расступаются, пропуская его без очереди. А большие магазины работали по тому же принципу, что сейчас супермаркеты. Набираешь товар в тележку и идешь на кассу. Вот только никаких охранников там не было, и камеры видеонаблюдения из каждого угла не торчали, как в колонии особого режима. И выходов мимо кассы было сколько хочешь. И ведь никто ничего не воровал. Советский Союз — это когда по телевизору не горы трупов и расчлененки. Не лохотроны, отправь СМС на короткий номер, не силиконовые проститутки и не быдлый юмор ниже пояса, а добрые фильмы, познавательные передачи. Спокойной ночи, малыши, после которой ребенок тихо засыпает. Спокойной ночи, друзья. Советский Союз — это лучшее в мире образование. И самое главное, что оно было бесплатное. Гарантия работы по специальности. Советский Союз — это бесплатные спортивные секции по всем видам спорта. Пионерские лагеря, курорты, санатории. Это когда ты приходишь в районную поликлинику и получаешь путевку в санаторий, скажем, в Крым. Бесплатно. Потому что врач нашел у тебя какие-то незначительные проблемы со здоровьем и решил, что тебе стоит его поправить. Советский Союз — это когда на Кавказе не терроризм и наркотики, а курорты, санатории и лучшая в мире минералка. А на Украине не бандеровцы со свастиками, а бескрайние пшеничные поля, авиационная и танковая промышленность, чистые города и добрые счастливые люди. А Прибалтика — это не марша СС и не чистка евроунитазов половины взрослого населения, а производство высокоточной электроники и радиотехники, автомобилей и знаменитых на весь мир бальзамов, высокие зарплаты и вылизанные до блеска даже по меркам СССР — улицы. Советский Союз — это когда милиционер воплощает в себе образ советского героя, который не наказывает, а воспитывает. И все это не ради продвижения по службе, а просто потому, что он — советский милиционер. Советский Союз — это когда взрослый мог подойти к одиноко стоящему ребенку на улице и поинтересоваться, нуждается ли тот в помощи, а сегодня на такого взрослого спустят всех собак, подозревая его в педофиле. Советский Союз — это когда в каждой третьей квартире ключи оставляют под ковриком у двери. Или помните, это постоянная записка в двери «Мам!» — ключи под ковриком. Советский Союз — это когда автоматы с газировкой на каждом углу, и гранюные стаканы в них всегда были на месте, а в телефонных будках лежали справочники. Интересно, сколько бы минут они пролежали сегодня? Советский Союз — это когда ты женился, и на работе тебе дали однокомнатную квартиру. Бесплатно. Родили ребенка, первого или второго, где как, и поменяли тебе однушку на двушку. Дальнейшее расширение семьи — обычно третий, четвертый ребенок, и поменяли двушку на трешку. Бесплатно. Ипотека? Что за слово такое иностранное? Не знаем, что оно означает. Советский Союз — это когда можно полгода не заходить в магазин и все равно знать все цены. Если батон полгода назад стоил 24 копейки, то он и сегодня так стоит. Хотя нет, можно ошибиться. Мог подешеветь до 22. А вот зарплата каждую весну немного, но стабильно подрастала. И рубль, забытый между страниц старой книги, найденной через 10 лет, — это такой же рубль, а не обесценившаяся бумажка. Даже подороже, чем 10 лет назад. Одна из самых навязчивых советских реклам — храните деньги в сберегательном банке. Если, конечно, они у вас есть. А знаете почему? Потому что стимула не было. Они и в чулке не хуже хранились. Ни инфляция, ни квартирные кражи советскому человеку не грозили. Советский Союз — это когда быть столеваром или полярным летчиком было так же престижно, как сейчас банкиром. А слово «бандит» произносилось не с восторженным придыханием, как в 90-е, а с брезгливым презрением. Ну а слово «террористы» для советского человека звучало так же непонятно и фантастично, как злые трехглазые осьминоги из другой галактики. Советский Союз — это когда до такого извращения, как охранники в школах, никто бы в жизни не додумался. Самым грозным человеком в школе была уборщица тетя Валя, а уж вызов к директору звучало для школьника, как военный трибунал. Ну как еще объяснить тем, кто не застал всего этого? Представьте то место, где вам было спокойней, уютней и надежней всего. Свою детскую комнату, например, или бабушкин дом в деревне. У кого что? Представили? Вот так же мы чувствовали себя в любой точке нашей необъятной страны. Продолжение следует...